Это программа решений есть депутатский ответ проект посвященный тем кого мы с вами выбрали представлять наши интересы во власти мы отдаем им свой голос они принимают верное решение местные советы посредники между властью и людьми узнаем как в минске народные избранники реагируют на запросы общества и как помогают тем кто устал стучаться в закрытые двери во все времена и в любом государстве кадровый вопрос был самым принципиальным государственные служащие это специалисты обладающие широким кругозором способны определять стратегические задачи и правильно оценивать последствия принимаемых решений причем это не просто профессионалы они должны уметь работать с людьми за прошедшие более чем четверть века с момента обретения независимости в беларуси удалось выстроить стройную вертикаль власти сформирован компактный государственный аппарат обеспечена необходимая исполнительская дисциплина в результате даже в самых непростых ситуациях система госуправления функционирует четко и слаженно проделана масштабная работа по оптимизации численности госслужащих в целом правила кадровой политики работают уже два десятилетия принимали их еще в 2003 точечно меняли не раз обновление закона госслужбе в 2022 году стало делом поистине общественным новый документ предусматривает все до мелочей вплоть до этикета и внешнего вида госслужащего при этом обеспечивает высокий статус и гарантирует престиж однако президент обратил внимание на другую негативную тенденцию когда подбор кандидатов на вакантные должности затягивается на месяц а то и годы отсюда закономерный вопрос как привлечь в данную сферу самых лучших и опытных управленцев ведь именно от них во многом зависит успешная реализация масштабных проектов и развития страны таким людям повышенные требования обращаясь к чиновникам действующим и будущим глава государства всегда подчеркивает поступая на службу человек должен понимать что его главная обязанность служить стране и белорусскому народу государственная служба сродни воинской отмечает президент и говоря о повышении престижа госслужбы о каких-то преференциях прежде всего нужно рассматривать те вопросы которые касаются ужесточения требований к работникам в органах власти это повторим честность порядочность ответственность эффективное решение поставленных задач кроме того госслужба должна соответствовать вызовом времени на передний план наряду с профессиональными компетенциями управленческих кадров выдвинули их социально личностные характеристики в первую очередь ценностные ориентиры и уже открыто говорится о таких компетенциях как управленец патриот управленец государственник управленец идеолог сегодня как никогда важно взрастить достойную смену кузница управленческих кадров академии управления при президенте республики беларусь давно завоевала имидж ведущего учреждения образования страны по подготовке руководителей всех уровней но и этого мало поэтому чуть более года назад в академии стартовал проект школа управления программа дополнительного образования детей молодежи аналогов такому проекту в нашей стране еще не было белорусская молодежь активная и креативная она старается вникать во все сферы жизни страны вносить инновации и задача взрослых всячески поддерживать юное поколение в здоровых начинаниях а вот какие возможности для реализации своих идей имеют молодые люди узнавали наши корреспонденты организация образовательного процесса в академии управления при президенте опирается на прочные традиции которые сформировали за более чем 30-летнюю историю существования учреждения преподавательский состав не только сохраняет их но и внедряет новые идеи так например находятся точки оптимальной интеграции в процесс обучения государственных служащих технологии дистанционного образования это позволяет сэкономить время отрыва от рабочего места людей которые должны совмещать обучение с госслужбой таким образом академия создает гибкие условия способствующие качественному эффективному обучению мы его сегодня изучаем смотрим каким образом это будет работать естественно эта работа через подходы организации взаимодействия в новых формах коммуникации мы не стоим на месте уверен то что это будет опять же как неотъемлемая часть будущего академии виталий тульвинский совмещает работу в государственном комитете по имуществу с обучением в академии мужчина уверен что учеба в данном учреждении это ключевой этап на его пути к успешной управленческой деятельности также мчужина профессорский преподавательский состав это уникальная возможность питать себя тот опыт те знания те умения которые несомненно пригодятся в твоей повседневной жизни в обучении для виталия тульвинского важна практика именно на этом принципе строится образовательный процесс в академии управления где около 70 процентов занимает практическая подготовка смоделировать различного рода ситуации научиться их решать применением работы информационно-коммуникативных технологий это лишь одна из возможностей мужчина признается что это быстро включает в процесс и дает четкое понимание необходимых для эффективной деятельности государственного служащего компетенций на будущее виталий тульвинского много планов и идей для их реализации есть все ресурсы и желание всегда оставаться на гребне современных тенденций эти возможности ему предоставляет именно академия управления живя ты все равно чему ты учишься академия дает системный и комплексный подход образовательном процессе то есть взвешено здесь и сейчас дают дозированную информацию необходимую для повседневной работы глава государства неоднократно подчеркивал важность привлечения опытных управленцев к деятельности академии чтобы они могли передавать свои знания и практические навыки студентам так лекционные занятия в учреждении образования проводят признанные эксперты в своих отраслях а также представители зарубежных стран взрослые и слушатели и студенты имеют возможности взаимного общения обогащение ведь очень важно взрослым услышать молодежь проектная деятельность дает возможность отлаживать формировать у себя компетенции определенные в академии готовят и молодые кадры так называемую по меткому определению главы государства золотую сотню здесь у всех обучающихся формируют ключевые качества патриотизма социальную ответственность стратегическое мышление лидерские навыки гражданственность и национальное самосознание один из ключевых элементов образовательного процесса проектная деятельность которая кроме формирования профессиональных компетенций способствует развитию креативных аналитических и коммуникативных способностей это и минская смена которая родилась в академии управления теперь является одной из визитных карточек города минска по работе с молодежью это и наши дебат движения это и наши олимпиада по избирательному процессу информационно просветительский марафон выбирай бай стартовавший в декабре 2023 года одна из таких инициатив его главная цель подготовка экспертов и лекторов молодежного общественного мнения готовых доступно объяснить молодой аудитории особенности избирательных компаний инновации и международный опыт выборов формат равный обучает равного способствует не только просвещению слушателей но и развитию компетенций самих молодых лекторов проект уже ну скажем чуть меньше года и мы видим насколько к нему интерес возрастает достаточно сказать что ребята работают не только в городе минске но и уже на всей территории страны уверен что в предстоящую электоральную кампанию он будет востребован будущий экономист ангелина слюсер с 10 класса мечтала поступить в академии управления сегодня она активно учится ведет насыщенную студенческую жизнь участвуя в конкурсах на областном и республиканском уровнях один из последних проектов иммерсивное представление колебкам не могли говорить с которым команда студентов представляет академию на площадке минская смена 2024 в основе постановки лежат реальные истории белорусских подпольщиков партизан и военных что придает ей особую значимость и глубину я играла мать ольгу карпинскую которая организовала подпольное движение в могилёве потом ее трагически убили ей прокололи череп а дочки которая играла анна выкололи глаза у них очень тяжелая история очень хотелось донести ребятам именно эмоциональную составляющую войны не какие-то исторические сухие факты не статистику не цифры а именно эмоции идея полностью принадлежит студентам с форматом помогла определиться куратор которая пригласила намиблейскую постановку в иммерсивном театре над проектом ребята трудились более полугода реквизиты привозили из разных уголков страны а некоторые элементы создавали самостоятельно основная цель донести до современного поколения через эмоциональное погружение важные исторические факты и героические подвиги нашего народа такой подход особенно важен для молодежи для которой такие отдаленные периоды героического прошлого белорусского народа не всегда носят личностное значение несмотря на то что я не знаю родственников которые участвовали в великой отечественной войне моей семьи нету героических подвигов в этот проект была вложена вся моя душа все что у меня было я вложила в него потому что это такое детище для каждого жителя белоруссии великой отечественной войны это очень важное время время которым ни в коем случае нельзя забывать чем больше времени проходит после самой беды люди начинают думать о том что это было какой-то сказкой это было какой-то выдумкой надуманной истории надуманных подвигах мы же задались целью доказать ребятам что это не так кто-то лишился семьи кто-то лишился жизни академия управления при президенте беларуси зарекомендовала себя как ведущий образовательный центр страны специализирующийся на подготовке руководителей всех уровней проходить подготовку здесь почетно и престижно за более чем 30 летнюю историю кузница управленческих кадров выпустил около ста тысяч специалистов особое внимание здесь уделяется программам переподготовки повышению квалификации получению госслужащими второго и последующего высшего образования их магистрской подготовки каждый год около двух тысяч руководителей сотрудников государственных организаций проходит обучение в его аудиториях более 70 процентов членов правительства страны выпускники академии что касается студенческой молодежи это уникальные таланты с огромным потенциалом представляющие золотую сотню страны и мечтающие связать свою жизнь с государственной службой они демонстрируют высокие результаты как в учебе так и в общественной жизни академии столицы и страны в целом глядя на них с уверенностью можно сказать что нынешнее поколение управленцев передаст страну в надежные руки итак государственные служащие как часто можно услышать в их адрес критику и все же именно этим людям мы доверяем формирование бюджета благоустройства улиц и без преувеличения будущее своих детей о том почему важна профессия госслужащего и на чем делается акцент при его подготовке говорим с гостем нашей программы студии ольга николаевна солдатова депутат минского городского совета депутатов здравствуйте здравствуйте солдатова ольга николаевна родилась 16 июля 1967 года в минске в семье служащих образование высшее в 1991 году окончила белорусский государственный педагогический университет имени максима танка в 2003 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидат педагогических наук в 2009 году присвоено ученое звание доцент общий трудовой стаж более 39 лет работала учителем истории заместителем директора по воспитательной работе с 1995 по 2004 годы на разных должностях в национальном институте образования с 2004 по 2019 годы работала в академии управления при президенте республики беларусь заместителем директора и директором центра образовательных технологий начальником учебно-методического управления с 2019 года проректор по учебной работе учреждения образования белорусская государственная академия авиации с 2021 года заместитель директора института государственной службы академии управления при президенте республики беларусь с 15 мая 2021 года по настоящее время первый проректор академии управления при президенте республики беларусь автор более 130 научных публикаций заместитель председателя научно-экспертного совета при цик беларуси член правления белорусской ассоциации политических наук член белорусской партии беларусь общественного объединения белорусский союз женщин за время трудовой деятельности награждена многочисленными наградами государственных органов и организации республики беларусь ольга николаевна вы по должности не государственный служащий, но уже много лет работаете в сфере их подготовки. А теперь еще и депутат и делегат Всебелорусского народного собрания. Ваша деятельность непосредственно очень тесно соприкасается с государственной службой. И теперь закономерный вопрос, что для вас есть государственная служба? Для меня лично государственная служба это профессиональная деятельность людей, которые испытывают внутреннюю потребность служить своей стране и белорусскому народу. По существующим оценкам успех развития страны на 60 процентов связан с деятельностью госаппарата. Особенно в таком институте общества, как национальное государство. Ведь оно реализует локальную оптимизацию всех процессов. Отвечает и за безопасность, и за пенсии, и за дороги. Насколько в этих условиях велика роль госслужащих, в том числе и при принятии повседневных государственных решений? Государственная служба охватывает абсолютно все сферы деятельности белорусского общества. Поэтому я бы сосредоточилась, наверное, в первую очередь на функциях государственных служащих как нормотворцев, с одной стороны. С другой стороны, людей, которые занимаются правоприменительной практикой на местах и на самом деле выступают точкой соприкосновения государства и народа. К слову, Белстаг представил вот такой портрет белорусского госслужащего. Основу номенклатуры составляют женщины. Их доля в структуре госаппарата превышает 67%. Больше всего госслужащих трудится на должности главного специалиста – почти 33%. Более 29% являются руководителями обособленных структурных подразделений. Почти треть чиновников находится в возрасте от 40 до 49 лет. Практически все имеют высшее образование. А какими качествами должен обладать госслужащий, ваше мнение? Несомненно, в первую очередь, это должен быть патриот. Во-вторых, это должен быть высокий профессионал. Это должен быть человек с высокой стрессоустойчивостью, работоспособностью и, самое главное, любить свою землю и свой народ. Во время обсуждения будущего закона о госслужбе в 2022 году, вот мне запомнилось интересное выражение – экспертная сита для чиновников. Мне показалось, что это действительно важно, ведь каждый номенклатурный работник словно зеркало всей вертикали и на местах лишь так и судят об авторитете системы власти, поэтому в госаппарате нет места слабым звеньям. А ваше мнение, вот эта сита – это резонный посыл? Не просеем ли случайно нужных людей? Система отбора в государственной службе – это мировая практика, и здесь нет ничего уникального в Республике Беларусь. Я бы, наверное, говорила скорее о том, что мы должны не допустить присутствия на месте государственно служащего ненужного человека. А как специалист, который занимается подготовкой государственных служащих, я могу утверждать в том, что проблемы, в принципе, всех организаций, не только государственных органов, в том, что на нужном месте должен быть нужный человек. Академия управления – достаточно молодое учреждение образования, причем количество обучающихся относительно небольшое. Это, можно сказать, одно из преимуществ. Больше внимания каждому. К слову, во все времена Академия славилась тем, что здесь получают уникальные и практикоориентированные знания. Вы согласны? Абсолютно с вами согласна в этом. На самом деле Академия очень небольшое и очень компактное учреждение высшего образования, которое в первую очередь занимается вопросами подготовки государственных служащих. Общая численность с учетом и переподготовки, и повышения квалификации, и второго и последующего высшего образования, магистратуры, аспирантуры, и даже небольшого количества студентов, которых мы все-таки готовим как смену действующему кадровому корпусу кадров в сфере управления, составляет не более 6 тысяч в год. Поэтому действительно у нас есть возможность дойти до каждого. А практикоориентированность подтверждается тем, что мы очень тесно работаем со всеми государственными органами, и на этапе отбора и формирования содержания, обучения, на уровне формирования государственного заказа на подготовку кадров. И то, что сегодня в учебных планах всех специальностей переподготовки, подготовки кадров, практическая составляющая достигает 70%, говорит само себе. Можно ли сказать, что управленцы приходят к вам уже изначально подготовленные, и если да, то чему их еще можно научить в академии? Задача не столько и не только научить их новым знаниям, сколько создать условия для структурирования их имеющихся знаний и их имеющегося опыта, но и в то же время нарастить те недостающие звенья, которые у каждого, безусловно, есть. Потому что в управление приходят люди с разным базовым образованием. И медицинским, и педагогическим, и экономическим. А управление – это все-таки серьезная наука. Поэтому мы в первую очередь учим управленческим компетенциям. Мы учим тем знаниям, которые необходимо дать управленцу в сфере экономики, права, цифровых инструментов, которые на сегодняшний день, безусловно, становятся чрезвычайно актуальными. Поэтому нам есть чем заниматься. Мне кажется, еще психологи хорошие управленцы. На самом деле, вы абсолютно правы. Потребность в психологической подготовке, наверное, с возрастанием интенсивности и напряженности управленческого труда, она стала значительно более востребованной. Руководители хотят формировать эти компетенции, и мы даем такую возможность. Это решение «Есть депутатский ответ». Продолжаем разговор с гостей в нашей студии Ольга Николаевна Солдатова, депутат Минского городского совета депутатов. Ольга Николаевна, мы с вами поговорили о так называемых взрослых госслужащих. А теперь давайте о молодых, о новом поколении. 21 августа 2023 года в Академии управления при президенте состоялась торжественная церемония открытия проекта «Школа управления». Почему назрела такая необходимость? Реализация этого проекта – это ответ на задачу, которую поставил в свое время глава государства о совершенствовании механизмов отбора лиц, которые должны получать образование в Академии управления на уровне первой ступени высшего образования, так называемая «золотая сотня» по его меткому выражению. Это не только проект «Школа управления», это целый комплекс мероприятий. Но поскольку мы говорим о «Школе управления», то я сосредоточусь на ней. Замечательный проект, который был поддержан и администрацией президента, и Министерством образования Республики Беларусь. Мы ежегодно набираем 30 ребят со всех уголков нашей страны на конкурсной основе. Целый год они обучаются в Академии управления и в части углубления тех знаний, которые необходимы для профильных предметов, которые необходимы для поступления в Академию управления. Но здесь же они при помощи специалистов Академии управления осваивают основы идеологии белорусского государства, основы экономики, государственного управления, политологии и социологии. И первый опыт у нас уже есть. В этом году мы зачислили 12 ребят, которые успешно завершили эту школу. Выпускники этой школы поступают в Академию управления без вступительных испытаний при условии, если они выполняют основные требования. Они должны сдать выпускной комплексный экзамен не ниже, чем на 9. Они должны иметь не ниже 9 баллов по профильным дисциплинам в своем аттестате. И средний балл аттестата не ниже 8. Из 30 ребят, которые в прошлом году поступали в Академию управления, только 17 ребят выдержали эти требования. Те ребята, которые поступили в Академию управления, завершив обучение в школе управления, они все патриоты. Они все активны, с очень активной, выраженной гражданской позицией. Они стремятся к переменам. И у них есть четкое понимание, что они хотят сделать для страны. Они видят себя в конкретном качестве государственного служащего и, более того, в конкретных сферах. Поэтому я уверена, что у этого проекта большое будущее. Сегодня общепризнанным фактом является тот, что Академия управления стала фактически инкубатором и площадкой для инновационных проектов в сфере идеологической работы. Приведу несколько примеров. Проекты «Дублер» — «Эти люди делают мир», «Разговор без галстуков», «Республиканский конкурс», «Всебелорусская лига дебатов», «Республиканский марафон» «Выбирай бай». Буквально на прошлой неделе в финале Минской смены всеобщий интерес привлек иммерсивный спектакль, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Как вы считаете, что позволяет Академии достигать таких результатов? В первую очередь, это возможность интеграции наших взрослых обучающихся, наших слушателей с нашими инициативными молодыми людьми. Происходит синергия и опыта, и молодости, и стремления творить. Они совместно создают некие идеи. Вот, например, проект «Дублер», который хорошо уже себя зарекомендовал в городе Минске, он именно таким образом и возник. Кроме проекта «Дублер», я бы еще отдельно отметила работу клуба «Выбор», который действует на базе Центра по работе с населением, избирательного процесса, который создан при поддержке и по инициативе Центральной избирательной комиссии и администрации президента Республики Беларусь. Это вид работ, который невозможно реализовать студентам без поддержки, безусловно, старших товарищей. И здесь опыт и видение организации, участия молодежи в электоральном процессе, в организации политического просвещения, оно, безусловно, не может быть недооценено. Поэтому те проекты, которые реализуются на этой площадке, а это и всебелорусский марафон «Выбираю Биуай», который уже уверенно шагает с декабря прошлого года по высшим учебным заведениям Республики Беларусь и реализуется на основе принципа «Равный, обучает равного», он дает уже свои результаты. Я уверена, что ребята внесли свой вклад и в результаты выборов 24-го года и абсолютно уверена в том, что они еще свое слово скажут на выборах 25-го года. И последний вопрос. Каким вы видите государственного служащего Беларуси в будущем? Патриот. Молодой, амбициозный, профессиональный и стремящийся все свои силы отдать на то, чтобы наша родная Беларусь была еще краше, была сильным и устойчивым государством. Ольга Николаевна, я благодарю вас за увлекательную беседу. Я думаю, нашим телезрителям после нашей программы станет немножко понятнее о сути и работе государственных служащих. Но и по традиции нашей программы я желаю вам побольше исполненных наказов. Спасибо. Итак, госслужащие – это люди, которые берут на себя большую ответственность. Их жизненная позиция связана с тем, что главным для себя они выбрали служение обществу. Ну а учеба и коммуникация в этой среде – это уникальная возможность формирования компетенций у будущих и состоявшихся руководителей для реализации самых амбициозных планов во благо всей страны. Это был проект «Решение. Есть депутатский ответ». Каждую неделю эта студия будет превращаться в приемную депутата, куда может обратиться каждый из вас со своей проблемой или предложением по улучшению жизни в общем дворе, в трудовом коллективе и в нашем городе. Свои истории отправляйте нам на электронную почту или звоните по телефону горячей линии. И помните, ваш голос – право на депутатский ответ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА